Надо не только жить, путешествовать, надо писать. Знаете, эта мысль пришла в голову в пятом классе, когда я учился в пятом классе. Но не мне, а нашей учительнице литературы, которая задала на зимние каникулы написать стихотворение о зиме. Ну, такие задания обычно вспоминают вечером накануне того, как каникулы кончаются, надо идти в школу. Ну, чайное стихотворение о зиме я знал, сейчас сяду, напишу. Вот я сял, взял ручку, обмакнул, авторучками еще было, взял тетрадку. Когда через полчаса я не написал ни единого слова, я понял, что я, кажется, вделся. Я читал стихи, очень просто, легко, та-та-та-та-та-та. Ничего. Короче, меня, снисходя к моим усилиям, не погнали спать. И где-то к середине ночи я написал целых четыре строки, как сейчас помню. Только там в первой строке было четыре строки, потом пять, потом шесть, а потом семь. Причем не все строки рифмовались. Вот прогрессия такая была. Ну, все-таки кое-как что-то написал, позорище, страшно, но он принес, надо что-то вставать. Оказалось, кроме меня в классе вообще никто ничего не написал. То есть, как-то, ну, надо же, я идиот, идиотом, оказывается, еще не хуже других. Я тогда полгода в Ленинграде учился, в 253-й школе на канале Грибоедово, угол Грифцового переулка. У нас было пять пятых классов. А журнал классный был разграфан по 45 человек. Вот 43, еще две линеечки. А внизу учителя сами чертили еще, потому что это был послевоенный демографический взрыв, бэби-бум. В каждом классе у нас было по 46, 47, 48 человек. Итого пять классов, человек 230. Из этих 230, она во всех пятых вела литературу русского языка, написали три стихотворения, из которых остальные два. Но это было вообще. Ну, не лицей, ну, дворян нет. Мое еще оказалось лучшее. Тогда я подумал, что, собственно, это интересное занятие. Вот почти что прославился, вот что-то умею. Когда на улице Дубарь, а это верно ведь, январь. Ты лучше дома посиди, чайок попей, смотри в окошко, голодных птичек покорми и обылом чуть погрусти. А там весна, и все растает. И лето жаркое придет, свои проблемы принесет. Уж, коль январь такой случился, в июле сморит всех жара. Купаться будем до утра и тело покрывать загаром. Потом дожди, ты их немножко подожди. И снова холода полюбишь. В оконце на мороз глядя, Чаек душистый разливая, А жизни бренной рассуждая, Что хорошо и в жар, и в холод Здоровье крепко иметь, А остальное просто медь. Ее не стоит и иметь. Своё здоровье тратя даром, Так будем жить и процветать, И строки о любви писать, И посылать их прямо в сердце, Готовая сие принять, И от восторга засиять.